Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, добрейшее, прекраснейшее утро. И мы начинаем наш традиционный урок Торы, который, слава Богу, вызывает больше интерес. Всегда во время потрясений, во время любых потрясений, люди как тревога, так до Бога. Это есть известная народная мудрость, как тревога какая-то, как человек сразу же тянется к Богу. И он думает, ну все, не могу я уже сам справиться. К Богу приходится из поколения в поколение делать вот эти вот ситуации, которые вообще без них люди бы просто забыли бы про Бога, сказали бы, зачем нам вообще нужен Бог, мы сами Боги, сказали бы люди. Они так и говорили в последнее время. Хочу и буду. Такая была в последнее время. Самая популярная книжка психологическая, подход такой. Хочу и буду. Не будешь. Вот такая вот сейчас ситуация в мире. Ягавшататин шалом. А подход надо делать. Правильные вещи, даже если не хочется, он работает. Он работает. И сейчас это время, когда если люди победят свой эгоизм, если люди победят свою алчность, эгоизм, зависть, то тогда сразу все закончится. Вожделения перестанут думать и говорить только о развлечениях, о шоу, о каких-то канцких львах, которых отменили. Эти самые, что там еще есть, Оскары и так далее. Вот как только это все отменилось, и люди задумались, а что, есть же еще близкие люди. Есть духовность, здоровье, помощь. Все, сейчас все посидят дома, подумают, исправятся. И эпидемия закончится. Слава Богу, это самый простой способ пробудить людей. Вот Роман Гольдман с нами. И он знает, насколько люди, когда у них сложности в жизни, они сразу же становятся такими хорошими, добрыми. А когда нет сложности, так все сразу глотуют. Хорошо, дорогие друзья. Все, всем прекрасного дня. И мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона. Мы сейчас находимся в одиннадцатой главе. В одиннадцатой главе мы находимся. И закончили мы прошлый урок на пятом отрывке. А сейчас шестой отрывок. Звучит шестой отрывок так. Циткат ешарим татселем. Убеават богдим и лакеду. Значит, циткат это... Вообще само слово цедек, да, оно переводится как справедливость. Но почему-то цдака, цдака, милосердие, да, когда ты цдака даешь кому-то бескорыстную финансовую помощь или какую-то другую помощь, она тоже называется справедливость. Это очень странно, да, то есть где здесь справедливость? Человек, у которого есть, он дает тому, у которого нет. Но в этом и есть высшая справедливость, потому что этим ты признаешь, что то, что есть у тебя, тебе дал бог. То есть ты этим признаешь, перестаешь блатовать, что это твой как бы мир и все, я, 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 я. Ты понимаешь, что мне бог дал и он через меня дал мне еще возможность помочь другому, то есть чтобы я еще в духовном плане вырос. Теперь бедный, у него тоже есть две разных позиции. С одной стороны, он может взять эту еду и сказать, мне дал человек. С другой стороны, он может подумать, мне сейчас бог через этого человека дает помощь. И возможно, что если я осознаю какую-то свою личную проблему, которую я должен решить, возможно, у меня закончится в жизни страдание, потому что это очень неприятно, брать помощь от других людей, намного приятнее давать эту помощь, чем брать. Но бедный он может задуматься, да, в этот момент, что, ну, а почему у меня, что, какая есть у меня проблема, которую я должен решить. Понятно, да, эта идея? Теперь, значит, написано так. Циткат ешарим тацелем. То есть милосердие прямых, оно их спасет. Убэ ават богдим и лакэду. А вероломные будут, будут они пойманы в ловушку своим вероломством. Значит, есть люди прямые. Кто такие люди прямые? Это что на сердце, то и в жизни. Есть люди вероломные, которые они, все время они петляющие такие, петляющие. И они смотрят на мир через предположение, что вокруг все злодеи, что надо петлять, надо выкручивать, надо какие-то выдумывать вот такие вот обходные маневры. Есть известная история, как один такой еврей пришел к Хафицхайму, был такой великим мудрец. Я вот к нему пришел и говорит, вы знаете, мне надо паспорт получать. И мне там нужно, хочу с вами посоветоваться. Там мне нужно будет записать мой возраст. Вот мне сколько написать? 77 или 79 лет мне? Хафицхайм ему говорит, а сколько на самом деле? Он говорит, 78. Мне 78. Хафицхайм говорит, так напишите 78. Он говорит, вообще какая гениальность. Мне такое даже в голову не пришло. То есть люди обычно, они пытаются находить какие-то обходные пути, что-то комбинировать, высчитывать. Яшар – это прямой человек, который идет по прямоте, полагаясь на Всевышнего. Если эта прямота, она такая позитивная, то тогда его дзнака, его милосердие, оно его спасает везде. Я помню, у меня был случай, это было в 90-е годы, где-то 90, мне было 19 лет, 92-й год. И я возвращался из Германии на машине в Украину. И у меня тогда еще не было права, я купил машину. И ехал я на машине, мне кто-то передал полторы тысячи долларов денег. Меня встретил, это были не мои деньги. Меня встретил один мой товарищ, встретил на границе, и мы вдвоем гоним эту машину. И на заправке нас окружают бандиты, в то время бандиты на дорогах ездили. И, значит, окружают бандиты, несколько машин, выходят они, и нас окружили и говорят, отвели так в сторону, сколько денег у вас с собой. И я, значит, говорю, у меня есть полторы тысячи чужих денег, долларов. Но я их так не отдам, говорю. И свои у меня какие-то были, я не помню. Я говорю, я их не отдам, говорю, все, значит, сейчас будет война. Он говорит, ты дурак? Говорит, ты нормальный вообще человек? Я говорю, да, я нормальный человек, я знаю, я веду себя всегда честно. Вот я тебе говорю, сколько денег? Говорю, просто так их не отдам. Давайте это самое. Он говорит, ладно, говорит, вот я такого, говорит, не встречал, как-то его это удивило. Он говорит, давай 300 долларов и езжайте. Я ему отдал 300 долларов, нас отпустили, и мы поехали. Иногда вот такая прямота, то есть это не была какая-то моя заслуга. Это было абсолютно вот просто, я по жизни всегда считал, что лучше быть прямым. И иногда это мне приносило пользу, иногда нет. Но когда ты делаешь милосердие, здесь написано, что дзнака прямых, она их спасает. А вероломство Богдим, Богдим это предатели дословно, да, переводится, она их улавливает. Я когда думал, какой пример вот из этого можно привести, мне вспомнилось, я как раз съехал, слушал лекции, есть такой Раф Дедалия Шостак, очень замечательный Равин, и он историк, и он проводит лекции, исторические события, прям есть в телеграм-канале, можете набрать телеграм-канал «Еврейская история» в телеграме, в поезде «Еврейская история». И я прям наслаждаюсь его лекциями «Еврейская история». Вот всегда, когда в машине едем, куда-то далеко там, я всегда слушаю. И он рассказывал о 1492 год, в Испании жило очень много евреев, и царь их и царица, они приняли решение, что объявили евреев, значит, или вы принимаете христианство, или, значит, у вас есть два варианта. Если вы не принимаете христианство, то тогда мы вас или убьем, или же вы должны уйти из Испании. Все. Понятное дело, выбор страшный, и интересно, что назначили изгнание, вот этот момент, 9 ава, день разрушения первого храма, и день разрушения второго храма. И сидят евреи в Испании того времени, и думают, что же нам делать. Они до этого жили в Испании тысячу лет, уже тысячу лет они жили в Испании, они прям из поколения в поколение занимали невероятное положение. Мало того, что учитель вот этой вот королевы, которая это все придумала, он был главный раввин Испании. Ему было тогда 80 лет. В общем, а второй был по значимости раввин, это Равдон Ицкак Абарбанель. Он был министр финансов Испании. И этот министр финансов пишет им, за что, как царю сохранилось его письмо, что плохого сделали евреи. Евреи верят в Бога, и христиане верят, что пришел кто-то и рассказал про того же Бога. Но в чем тут вообще какая... Ну, почему они должны менять веру? Вот вопрос его был. Те стоят на своем, нет и все. Или уходите, или принимайте христианство. И вот этот вот главный раввин, представьте, главный раввин Испании того времени, ему было там 80 лет, он принял христианство. А Равдон Ицкак Абарбанель, министр финансов и тоже велитий раввин, он ушел. Ушло 400 тысяч. Пешком, с детьми на плечах, ничего нельзя было брать с собой. Им запретили брать с собой их имущество. И они пешочком пошли в Португалию. Там страшные вещи, можете послушать его лекции. Потом их в Португалии согнали в концлагерь, не давали уплыть. Там, в общем, это были реально 300-400 тысяч человек, которые просто прошли ад. Прошли они ад за свою веру. Те, которые остались в Испании, они решили, что мы будем соблюдать, в тайне будем соблюдать Тору, в открытую мы станем христианами, все такое. Значит, те, кто остались в Испании, тоже около 300 тысяч осталось в Испании. Их называют в Испании мараны. То есть, сами же испанцы их назвали мараны. Маран переводится с испанского свинья. То есть, их называли свиньи. То есть, они решили так, что мы сейчас по-хитрому как-то поступим, и испанцы их называли мараны. В этом же поколении возник, великий инквизитор его назвали, тоже это был еврей во втором или в третьем поколении, Торквимада его звали. И он, значит, основал инквизицию. Инквизиция была такая, то есть, они приходили и спрашивали, ты в тайне, может быть, ты соблюдаешь заповеди? Человек говорил, ни в коем случае. Они говорят, мы тебя проверим. И начинали пытать. Под пытками он признавался, и всех остальных тоже сдавал. Значит, только за несколько лет этот Торквимада казнил, сжег на кострах более 10 тысяч человек. Сжег на кострах из этих маранов, которые посчитали, что они как-то хитро смогут там поступить. Теперь, вот этот раввин, который принял христианство, главный раввин Испании того времени, он умер на следующий год. То есть, он как бы решил, что, наверное, так лучше. В общем, нам сказал царь Соломон 300 лет назад, что, не 300, 3 тысячи лет назад. Милосердие прямых, оно их спасет. Убэават богдим вероломные будут уловлены своим же беззаконием. То есть, тот, кто начинает мутить, хитрить, он не вылезет. Теперь дальше. Седьмое, седьмой отрывок. Когда умирает человек-злодей, теряется его надежда. И надежда его сыновей, она тоже теряется. Значит, здесь опять Малбим нам показывает два слова, которые в иврите, они по-разному обозначают надежду. Есть тиква. Тиква это надежда, как мечты, надежда какая-то далекая, глобальная. Тохелет это такая короткосрочная надежда, которая, скорее всего, сбудется. Вот говорят, анима, хиль, лах, я тебе желаю, когда дают короткое пожелание, вот сейчас, это тохелет. Когда тиква, есть у меня надежда, тиква, это как Дим Израиля, а тиква, то есть, это надежда такая, хазон, глобальная надежда. Значит, у людей есть короткие надежды, которые, они надеются, что они должны вот-вот сбыться, и длинные надежды тиква, которые на потом. Теперь люди делятся на злодей, праведник и неопределившийся. Как определить, кто злодей, кто праведник? Злодей это тот, кто идет против Бога, праведник это который за Бога. То есть, Бог это добро, значит, тот, кто идет к Богу и выполняет божественные заповеди, то, что Бог назвал добром, он праведник. Тот, кто делает то, что Бог назвал злом и вообще идет против Бога, он злодей. Кому служит злодей? Злодей служит себе. То есть, у злодея он служит своим желанием, он служит своим идеям, он сделал себя идолом и центром мира. Злодей противопоставляет себя Богу. И, естественно, что злодей, если нет Бога, так почему он должен слушать людей? Злодей может грабить, убивать, воровать. Злодей может делать то, что он хочет. То есть, злодей это тот, кто делает то, что он хочет. Эгоист такой. Теперь, когда умирает злодей, теряется его надежда. Это очевидно, потому что все его надежды были зациклены на нем. И он, естественно, так как его надежда, его намерения, его желания, все были зациклены на нем, то со смертью этого тела исчезает злодей. Праведник, так как все его надежды были зациклены на Боге, он верил и надеялся, что он будет в раю, в грядущем мире, он выполнял заповеди. То есть, естественно, что его жизнь, она только начинается после смерти. И говорят, что праведники и после смерти живые, злодей и при жизни мертвые. То есть, праведник для него после смерти ничего не изменилось. Он как думал все время про Бога, так наоборот, он освободился от тех фильтров, которые закрывали ему духовный мир. И он наоборот, раньше он только верил в это, а сейчас он это увидел. То есть, праведник, он оказался там, где он и хотел оказаться. Злодей, он все время думал об этом мире, и когда умер его вот этот вот фильтр, воспринимающий аппарат, он и исчез. Значит, здесь все понятно, да? Когда умирает человек, злодей, вот именно об этом сказано, а человек, это просто как биоробот такой. Кем будет этот человек? Непонятно. Человек может быть праведником, может быть злодеем. Так вот, когда умирает человек, злодей, теряются все его надежды, исчезают. В эту хелет, он и ним, это он им, это его сыновья скорбящие, она тоже теряется. Значит, сыновья, они на кого надеются? Они на папу надеются. То есть, сыновья надеются на папу. В прошлом, в древнем мире, общество было очень жестко структурировано. По родам, по сословиям, по кастам. То есть, было четко, где ты родился, там твое место. Кроме твоего отца, тебя никто не защитит. Кроме твоей семьи, твоего рода, никто за тебя не станет. Потому что, например, когда тот же, например, пророк Мухаммед, он, когда он поверил в единого Бога и начал выступать против идолов, его хотели убить. Но его семья, его род, они сказали, хотя мы тоже не особо верующим, ну, в Бога, но мы его в обиду не дадим. И только так его спасли. То есть, раньше за человека стояла только его семья. Но если умирает человек-злодей, то у него было много врагов. И тогда защиты никакой нет, потому что его сыновья, они теряют вот эту вот защиту, которая была над ними сверху. И никто им помочь не хочет. Понятно, да? Теперь, значит, и последний сегодня отрывок. «Цадик ми цара нехэлац». Значит, «Цадик спасется от цара», это неприятность, от страдания. И «Цадик спасется от этого страдания, вояво раша тахтав, и вместо него придет злодей». Что значит «праведник спасется от страдания, а вместо него придет злодей?» Значит, здесь самая яркая иллюстрация этого, это каждый год мы изучаем Медилат Эстер, Пурим. Значит, был злодей Аман, который был настолько злодей, ну, первый его совет, как он входит, «А давай эту убьем ваште жена, которая сказала этому Ахашвирошу царю, я не приду голой на пир, он ей сказал, приходи голой на пир». Она говорит, «Я не приду». Он говорит, «Что с ней делать? Она меня не слушается». Аман, этот Аман, вот в этом злодей, он говорит, «Казни ее, пускай все остальные знают, казни ее». Она же не выполнила твою волю. Казнили. Дальше Аман, насколько это был злодей, царь его возвысил, как советник, и сказал, «Все перед ним кланяйтесь». То есть, представьте, раньше мир какой был. Вот такой царь, вот сейчас бы сказал, например, Владимир Владимирович, да, «Вы знаете, говорит Мишутин, вот этот вот премьер-министр, чтобы все перед ним падали ниц». Вот он заходит, а все должны на колени и лбами в пол, вот так вот. Понятно? Ну, сейчас это выглядит дико. Ну, как это так, чтобы все люди, когда проходит премьер-министр, падали вот так на землю лбами? А в то время это было нормально, и Ахашвирош говорит всем, чтобы падали перед ним ниц. А был Мордыхай один, Мордыхай это был еврей, он сказал, «Я не буду перед ним падать». Почему? Потому что у него здесь был идол. У Амма, Аман же был идолопоклонник, у него на одежде был идол. Мордыхай говорит, «Я лучше умру, но перед идолом я не поклонюсь». То есть, под страхом смерти можно нарушить все заповеди, кроме идолопоклонства, убийства и разврата. То есть, есть три вещи, которые, если человека заставляют сделать, он не должен переступить. И Мордыхай говорит, «Лучше меня убейте, я не буду перед идолом кланяться». Все ему говорят, «Ну как?» Он говорит, «Вот так. Я верю так, значит, так и будет». И что делает тогда Аман? Аман говорит, «Мне вот этого вот одного уничтожить, это не по моему почету, я круче вообще всех, я весь народ уничтожу». И он дает приказ уничтожить всех евреев. Дальше проходит какое-то время, он строит у себя во дворе виселицу, повесит на ней Мордыхая, идет к царю, есть мои уроки по Меделатесер, можно послушать, как там все разворачивалось, там такая психология, психология, идет к царю, чтобы царь его, чтобы разрешение взять у царя, казнить Мордыхая. И в это время все меняется, и казнят на этой виселице, вешают Амана. То есть мы здесь видим, что цадик, он из любой беды, он спасется. Он спасется из любой беды, а вместо него придет злодей. То есть злодеев же много, злодеи идут по своему какому-то маршруту, делают зло. Цадики идут по своему маршруту в мире, делают добро. Есть ситуация в мире, мы все живем в одном мире. Сейчас, например, это эпидемия и так далее. Это в мире, всегда Тора говорит, что ты должен рассматривать себя, что ты все время на суде, и у тебя равные заслуги, равные грехи. И ты должен каждый раз, каждый раз думать, вот если я сейчас сделаю грех, он может перевесить сюда. Сделаю заслугу, перевесить сюда. И мир точно так же. Весь мир тоже, он находится в равном состоянии. И сейчас, в последнее время, все такие не задумывались, то есть конкретно есть очень серьезная проблема. Бог сказал, вот прямо во всех религиях, которые идут от Создателя, есть авраамические религии, Авраам Авийну, про отец Авраам, он соединился с Богом. Есть три религии, которые идут от него, и в принципе они передают то, что Авраам получил от Бога. Евреи потом получили Тору на горе Синай, но все три религии, иудаизм, ислам и христианство, называются авраамические религии, потому что они пошли от отца Авраама. Везде написано, гомосексуализм запрещен. Бог сказал, есть мужчины, есть женщины, женитесь, рождайте детей, заселяйте землю, все будет великолепно. Теперь, когда мир идет против Бога, я считаю, в этом очень серьезная есть проблема, когда, когда пытаются законом, вести закон, который идет против закона, который дал Бог. Это серьезная проблема. И в начале была эпидемия, мы все вдруг забыли, что есть в мире сейчас пандемия, которая объявлена была уже несколько лет назад. И это пандемия, эпидемия, с которой мир не может справиться, она идет по всему миру. Это СПИД. СПИД, это как раз была первая, первый звоночек, желтый сигнал светофора, СПИД. Откройте статистику, в некоторых регионах России 2% уже людей больны СПИДом. Я читал конкретно статью, до 2% есть людей, которые больны СПИДом. И пошла одна история. Теперь, но СПИД это не всех же поражает, слава Богу, что не все люди занимаются беспорядочными половыми связями. И сейчас пошел второй звоночек, желтый сигнал светофора. Люди, остановитесь, задумайтесь, вы не туда идете. И вот сейчас, как только мир задумается, что он куда-то не туда идет, сразу же вся эпидемия пройдет и закончится. И каждый из нас на своем личном месте должен подумать, ты идешь в сторону, ты праведник или ты злодей? Ты себя обслуживаешь? Или ты выполняешь заповеди и помогаешь другим людям? Делаешь добро? Все. Вот это вот очень важный выбор в жизни каждого из нас. 100 добрых дел каждый день, кому-то помочь, доброе слово, позитивная какая-то поддержка и так далее. Делаем добро с намерением, чтобы Бог нас заметил, что мы делаем добро и выполняем заповеди. Все, кто евреи обязаны, это как военные обязаны, 613 заповедей, надо конкретно каждую минуту заповедь, 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 то есть вырабатывать духовное электричество такое. Весь мир, главная заповедь, это добро, любовь и отсутствие разврата. Разврат запрещен, то есть Бог очень не любит разврат. Бог мир уничтожил за разврат, когда было до потопа. Разврат и грабеж. Вот эти две вещи, которые полностью для всех людей кардинально запрещены. Грабеж, разврат и служение себе. Вот это вот служение себе, как идолу, своим желанием, своему я, и сказать, кто такой Бог. Вот когда фараон сказал, кто такой Бог, так Едипет исчез, было 10 казней. Вот нельзя так говорить, кто такой Бог. Бог создатель мироздания, он хозяин, и человек в этом мире пылинка, и вообще просто даже не пылинка, а просто вообще такое, вообще непонятное какое-то явление. То есть маленький вирус, маленький микроб закрыл сейчас весь мир. Вообще маленький пусинти вирус закрыл весь мир. И человек после этого не может блатовать. Он не может говорить, я человек, хозяин мира. Какой хозяин мира? Все сидят сейчас, как мыши запертые. Бог хозяин мира. Как только мир об этом вспомнит, сразу все будет хорошо. Все, удачи, успехов, всем прекрасного дня. Все, кто слушает эти уроки, уже помнят о том, что Бог хозяин мира. И значит, у нас есть 100% защита от всех вирусов, от всех заболеваний, болезней и так далее, чтобы Бог дал нам здоровье, счастье и любовь. Все, всем удачи.